Выделяем систембак наш, ставим ОК, запускаем, нажимаем клиентов, так, Inifrance co-format specified as a UFS and no support, так, это еще что-то чудеса такие, так, извиняйте, ребята, во-первых, в настройках я тогда сделаю, ну вот так, вот я допустим сделаю, опять так, и теперь нам нужно будет зайти опять-таки в синаптик, проверить версию, а, что я тут долго думаю, это вот у меня синаптик здесь, да давай-ка посмотрим, что за чудеса такие, набери это самое, Каспер да нет, та же версия, ага, вот нахал, ты посмотри, блокировали, все и даже указать версию, это не, ты смотри, какая зараза, вот, видишь, он поменял версию, так, снять отметку, что-ли, а если галочку я сниму, так, ты посмотри, какой нахал, это же надо, даже заблокировали, он это вот при, а-а-а, ну, сейчас мы ему козочку сделаем может он когда переустановлен, обновлялись? да, 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 я сейчас в обновлениях, я сейчас в исключении заведу Каспер этот образ мы просто на него потратили время, он у нас грузиться не будет, этот образ можно будет сейчас через систембак, а потом уберем его, но я смотрю, надпись-то такая, что, которая возникала именно при 1 340.2, вот такие вот там вся эти бывали штучки, так, ну вот, значит, ты посмотри, даже была версия заблокирована, и все равно это самое, при обновлениях, ну ладно, ничего, значит, по крайней мере, пакет, а, заблокирован, он просто на красный цвет не поменял так здесь, значит, мы пойдем вот сюда ну-ка напиши Каспер вот пусть не валяй дурака Америка, так, и давайте вот 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 теперь, значит, как оно, как говорится, не жалко, ну вот, делать, как говорится, нечего я уже и на флешку тут записал, уже такой радостный так вот здесь вот мы еще вот что, набери-ка здесь USB так вот смотри, значит, вот почему-то рядом вот эти две подружки да, я замечал уже вот я сейчас, если я поставлю обе на панельку, что будет? и будут сейчас подожди я хочу, чтобы под ними выскочило так, флеш-накопитель а, нет, обе встали, надо же а у меня частенько бывало так обе форматирование или обе на этот самый, да ну ладно, пока суть доделаем, мы тогда сейчас флешечку форматнем чего нам стоит дом построить да форматируют очень быстро здесь в Windows, особенно если полно форматировал минут пять, десять ну вот я тебя, допустим, если когда-нибудь у тебя возникнут сомнения скажем в том, что не форматируется толком флешка иногда бывает трудной флешки то вот смотри ах ты, а ну-ка может быть войдет все-таки ну я тебе просто путь покажу вот смотри вот идешь на флешку да и вот здесь вот ну можно убрать а теперь устройство создать таблицу разделов и опять-таки MS-DOS не надо там этих GPT и все это самый, как говорится, рабочий самый оптимальный самый нормальный а дальше вот опять-таки флешки формат вот оно FAT32 ну тут плюс еще у флешки мы файловую систему еще раз взяли полностью, как говорится там поменяли поэтому тут уж над ней такую экзекуцию провели что ой-ой-ой вот все нормально то есть вот просто быстрое форматирование тут мы сделали, как говорится не просто быстрое форматирование а хорошенько там все это вычистили ну да там все что было даже пропало да вот нечто подобное существует конечно не для винды там программ которого называется low-level formatting LLF тоже она все это дело делает но там низкоуровневое форматирование значит флешка размером 16 гигабайт я помню она она мне низкоуровневое форматирование она мне делала что-то около часа по-моему а сколько объем флешки был? 16 гигабайт был это очень прям долго долго я не знаю может быть через терминал возможно низкоуровневое форматирование и в линуксе и оно может быть тоже быть долгим я честно говоря особенно не интересовался вот ну в принципе мне вот достаточно бывает в линуксе вот этих вот обычный формат 0 ну иногда вон этот самый проще проще через систембак удавил систему и все это уже гарантированно в принципе систембак сама по себе она может сразу даже что-то на флешке есть она сразу поверх этого может записать свой образ а поверх существующего значит что-то на флешке есть если не жалко вставил указался старбакам что записать образ на флешке он запишет ее тоже без проблем то есть тут много там самых разных вариантов существует чтобы ты потом практически сейчас основные этапы настройки знаешь чтобы ты помог трем пяти или десяти своим знакомым да кому угодно поставить линукс чтобы люди пользовались всем потому что ну как говорится стоит попробовать потом уже ничего другого то и не хочется ну я согласен это действительно я сам такой что я попробовал и действительно я остался очень доволен ну я помню сколько я там свиндуем и акронисом копии создавал и хватал постоянно эту грязь от всяких мусоросборников почему искал там кряки сиреники там к разным там программам а это всегда когда что-нибудь потом эти антивирусы сами по себе тормозили компьютер не давали запускаться одним программам там ну в общем ну такое было а тут уж как говорится как заявлено так оно и заявлено так оно и работает но тонкости в настройке есть ну есть но вполне как говорится он нигде опять-таки не надо там искать там посетил он доскочилками наглубь посмотрел видеоролик и поставил поставил звезды и все ну давай давай голубчик опустошай свое каше я готова так ну что давай это самое постучим по деревяшке вот и значит это самое ну ты со мной оставайся на скайпе и давай пошли на перегрузку и даже пока говорит ну молодец да да сейчас мы загружаем компьютер с этой флешки да да просто ждем посмотрим стартанет он с флешки или нет потому что должно будет появиться по идее систем баковское меню так так да появилась ну нажимай enter и вперед из песни нажал без разницы то ли ты значит на флешке где бы у тебя не находился систем бак вот когда ты его запускаешь то первым делом значит что ты делаешь вот смотри видишь прокрашено в красный цвет почему потому что диск на котором у нас расположены резервные копии он не подключен если я сейчас допустим вот пойду файловым менеджером и встану на диск с дата вот он видишь появился здесь да и он уже подключенный и уже вот эта краснота она сейчас по идее должна будет исчезнуть значит у нас он находился вот здесь в датах в бэкапах а у нас поменялось еще и название вот это вот вот видишь стало беленьким так вот находясь на флешке ты таким же образом подключаешь на флешке значит раздел жесткого диска чтобы он появился вот здесь вот значок идешь на папочку где у тебя значит расположена была эта копия отмечаешь вот здесь вот галочкой и естественно что ли идешь систем рестор значит и дальше там она у тебя будет уже опять таки по идее она тебе должна будет спросить куда там восстановиться но но даже если что то не так ну вот по идее систем рестор она должна будет спросить тебя куда восстановиться если тебе это дело предложено не будет то тогда ты просто напросто пойдешь в систем копии и поставишь копию просто с флешки вот и все вот то есть тут ну опять таки много вариантность но основные варианты как говорится вот теперь ты знаешь вот ну ладно значит ну что я считаю так что нормально мы сегодня поработали ну у меня так сказать условия чтобы ты естественно не оставил это все только себе чтобы людям тоже помогал нет нет я наоборот как бы да знакомым там покажи как у тебя там допустим тот же мент работает на мон значит кому-то понравится скажем ну то я скажем могу тебя прямо в сплешке там поставить его попробовать по крайней мере всегда оставляй лазеечку что у каждого свое железо старые системы людям не сноси а просто выделяя отдельный раздел где-нибудь там по 20 по 30 гигабайт на него значит ставь сборочку пытаясь значит стартовать если значит жесткого диска ценам он стартует ну тогда там он настройщики меню загрузки включишь они там определяют операционной системы и будет у человека допустим там и винда и мент и пусть они там сидят и смотрят что им больше нравится ну в принципе резервировать место под линукс ну 20-30 до 50 гигабайт это выше крыши да вот посмотри вот у нас полностью настроенная сборка ну да вот 49 гигабайт отнять 36 сколько это будет 13 вот 13 гигабайт это вот уже полностью настроенная тут куча программ стоит самых необходимых ну грубо говоря все что нужно поэтому 20 больше 15 гигабайт у меня мент супер перенастроенный даже никогда не бывал вот никогда не бывал вот а поэтому если будет у человека даже 20-30 гигабайт эти гигабайты они оставляются для чего вот для того чтобы допустим вот здесь вот сразу 4 гигабайта отнимает резервная копия резервная копия в формате SBLIF и это сразу вот уже 4 гигабайта ну да если создать здесь еще резервную копию здесь мы хорошо сделали на внешнем жестком на другом разделе жесткого диска это бы еще отнимало бы там 6 гигабайт и вот 6,4 у тебя сразу уже 10 гигабайт улетело бы только на копии ну вот а поэтому там от 30 до 50 гигабайт ну это весьма желательно но если не делать копии то будет работать даже на 20 гигабайтах ну для ознакомления да за глаза и за уши и даже на 30 гигабайтах еще даже можно будет и живой изообраз сделать в принципе тоже будет все оно как говорится работать и крутиться вот ну ладно Юрий значит желаю тебе там всяческих успехов что-то непонятно будет там давай это со мной звони конечно спасибо большое вот давай удачи тебе вам тоже удачи спасибо за уделенное время давай счастливо до свидания